Перестройка и прочая-прочая вещь. Приходит человек, перевернул всю нашу историю, наболтал, наговорил. Очень говороливый был у нас первый секретарь, потом стал президентом. Потом пришел другой человек, Борис Николаевич. Странный, своеобразный, но когда он выступил на Конгрессе Соединенных Штатов, и сказал фразу совершенно унизительную, унизительную фразу для русского президента. Господи, благослови Америку. Как это может быть? Как это может быть такие вещи? Разруха, которая совершилась при вот этих демократических, так называемых, перестроечных делах, она действительно страшная сам по себе. Она была равносильна той самой разрухе, которая пришла на нашу землю с гитлеризмом, с фашизмом. Почти, если не больше, была разруха. Я в свое время тогда застал этот период. Застал период, когда выбегали, подбегали такие вот волчат, мальчики, которые ничего не понимают в истории. И когда видят человека в военной форме, его избивали, просто избивали. В жизни не забуду, я работал в Малом театре, рядом с Большим, тогда были отменены все эти праздники, включая 9 мая. И я видел человека, явно приехал откуда-нибудь издалека, с кепочкой встретить своих однополчан по оружию. И он ползал около скамейки у Большого театра, и видел, как он очень волнует под камейки. Я подошелся, говорю, батя, что случилось? Он говорит, да вот, набросили сейчас ко мне мальчишки, какие-то куча их было, с мехом, с матом сорвались с меня все эти медали. Говорит, ну что, старик, вот тебе разбросали, и все, и с охотом убежали. И вот он собирал эти медальки, заслужил в течение всей этой войны. Мы, естественно, посидели, поговорили, я говорю, прости, прости грешных, бог им судья, батя. И вдруг наступает период, другой период. Мы были одной ногой на краю пропасти. Это же было так? Было. Я помню, когда приехал с ребятами мэра городов, несколько городов средней России, центральной России, и мы приехали в Северодвинск, прилетели на самолете. Нас встречал адмирал, вице-адмирал, седой, красивый человек. И он так смотрит, пускай все по трапу, у нас было человек семь. И он смотрел, говорит, ребята, вы не американцы? Американцев нет среди вас? Мы говорим, да нет. А кто? Мы вот тот-то там из Рязани, там еще с каких-то городов. Это вы что? Он говорит, мы продукты, мы привезли вам, матросам продукт, потому что ели гнилую картошку на нашем реке. И он так встал, говорит, матрос, давай кружку. Он приносит кружку, наливает водку и выпивает. Пьет и плачет. Вот этого нельзя забыть, вот этого никогда. Должны быть американцы прилететь и порезать еще наши две лодки подводные. Ну, говорит, он так вот, ну вот, показал красивый жест такой русский. Мы одну спрятали, они ее не найдут, она у нас пока в хорошем состоянии. И вот началась вот эта вот борьба. Населись чудовищные совершенно вещи. И вот они продолжаются до сих пор. Их не могут, они не могут нас оставить в покое. Пришел человек в 1999 году. За пять минут до 2000 года по фамилии Путин, тоже образ целый Путин, спутан олигархами, спутан финансами, какими-то вещами. Но он начинал, начал создавать Россию. Он начал создавать, строить. За один Крым уже можно им поклониться. Крым вернулся к нашим берегам. Мост построил, потрясающий аэропорт, дороги построил. Первый, который построил дорогу до конца, от Москвы до Дальнего Востока. При нем это было. Сколько было сделано. Но сам потрясающе, мало кто на это обратил внимания, помимо вот так называемого Северного потока-2, в его планы. И это действительно стало реализовываться у нас самый лучший ледокольный флот. А это еще в свое время адмирал Макаров сказал, что Север – это фасад России. Север – фасад России. И можно, так сказать, торговые пути через Северные моря наши. Но сегодня действительно так происходит. Вот зная какие-то вот эти вещи, человек пришел создать. Это закон. И сказано у старцев, и когда перевернутся три дьявольские шестерки, и на престол Руси придет человек с Богом души и с царем в голове. И вдруг начинается вот эта мюнхенская речь. Необычная, необычный. Человек встал, воспаленный. И сказал, хватит вытирать ноги о наше государство, о России. Мы не половик. Мы нормальные люди. Давайте договариваться. Ну, договора не получилось. Не получилось. Я уже не говорю о том, что он остановил три Кавказские войны. И сегодня необычный тоже ход. Не кто-нибудь, а, казалось бы, с тем, кто мы воевали, с кем мы воевали. И вдруг они оказались сегодня на стороне России, на стороне нашего государства. Ну, я не буду говорить сейчас о семье Кадыровых, об отце и сыне. Потрясающе, ведь мозги были отца Рамзана Кадырова. Это же потрясающе, сказал. Не трогайте Россию. Не трогайте Россию. Не унижайте Россию. Унижают. Когда Лаврос сегодня выходит на потрясающую речь и все, и обструкция идет, просто ненависть, просто злоба, молчание. Что это? Все-таки начинаешь понимать. Они хотят, вот тут это уже хьюстонский проект, который реализовывается, тоже 100% реализовывается, но я думаю, что он не реализуется. Все равно не реализуется, потому что хоть и спланировано это все с Бежинским, расчленить, раздробить Россию на 5-6 частей, все-таки опять мечта самая богатая, самая полноводная, пресноводными водовыми владеем, всеми богатствами владеем. Милошевича, вспоминаю, Милошевича, потрясающего, президента Сербии. Кстати, сегодня они единственные, один из немной, которые тоже стали плечом к плечу с Россией и не предали, как в отечественном не предали, так и сегодня. И он говорит фразу, это уже был 2006 год, уже осужденный Гарским судом, и он умирает в это время. Перед смертью он сказал, русские люди, для меня русские, это украинцы, это белорусы, это русские. Мы были процветающим государством Ягославии. После бомбежки все раздробили, косово стало, родное, где могила сербов, оно стало албанским государством. И он говорит, то, что с нами произошло, произойдет с вами. Берегите Россию. Это обязательно произойдет, они не оставят вас в покое. У меня фильм, который не выходит лет 25 на экраны, это по произведению Чаковского, снимал этот фильм Евгений Сеонович Матвеев, мой старший друг, ушел в тот мир удивительно талантом, человек. И этот фильм как раз апотечный после периода окончания войны. Я играл в этом фильме советского журналиста, воина, майора Воронова, а с моим партнером был Миронов, Андрей Миронов. Он играл американского журналиста. Вот сегодня, вот показать бы сегодня, такой фильм как «Победа». Он стоит из двух серий, когда была так называемая дружба, помогали друг другу, разбил камеру, он помогает, они подружились, американцы, русские. И прошло 30 лет, начались хельсинские совещания. Хельсинки, очень интересно, документально там все это сделано, и он говорит Ворону, американец, говорит, не верьте этим стюартам, американцам, моим коллегам, они всегда будут вас ненавидеть, они никогда не будут вас уважать. А как сегодня, это тоже, то, что происходит сегодня, вот один к одному. Один из моих любимых фильмов, это фильм «Отряд специального назначения», где сыграл моего любимого разведчика, любимого героя Николая Николаевича Кузнецова. Этот фильм был непростой, он был не разукрашен, не в форме дела, не в красивости этих тостов за нашу победу, именно за нашу победу. Этого не было, а мы в этом фильме пошли по правде, по правде. И снимали мы не где-нибудь, а в Ровно, мы снимали именно в Ровно, и во Львове снимали, в тех местах, где действовал удивительного человека, удивительного таланта человека, как уральский какой-то мальчишка, уральский мальчишка изучил не просто немецкий язык, а три или четыре диалекта даже. И вот этот эпизод, когда он ехал от партизанского отряда Николая Ивановича на своей машине в форме лейдинанта Зиберта, и он слушал автоматную очередь попросил водителя повернуть в это место, а там какой-то овраг огромный, документально все это было, и два станковых пулемета расстреливали раздетых доколах, женщин, детей, стариков, и стоял сысовец, и он подошел Николай Иванович к нему, человек не курящий, но умеющий всем, попросил сигарет, спокойно курил, смотрел, и он сказал тогда себе слово, за каждую женщину, за каждую, за каждого ребенка, за этих людей я буду расстреливать уже без приговора, и он подходил, говорил, во фунт, фунт, и он расстреливал, поэтому назвали террористом, это не террорист был, человек с очень ранимым сердцем и душой, и кто его расстрелил, ауновцы, кружили, он взорвал вместе себя с ними, потому что они его разоблачили, оттуда опять корни, и когда мы туда приехали, просто на семки приехали, я одел форму, ровно, и смотрю, из-под бородки выходит один, ногу стал собираться народом, и такие какие-то странные жесты такие, так выбрасывали, зихай, зихай, шутка, юмор такой, наши приехали, вроде так, улыбаются, все так, шутя, мне эта шутка не понравилась, так шутка, шутка есть доля шутки, но тут такое было странное ощущение очень, стали шеврона проверить, посмотри, как здорово, как у моего отца, или как у моего деда, там такие, похоже, ладно, мы проглотили тогда это, потом их отогнали, людей, у нас нагорожен был место съемок, осенились, и прошли вечером на, в кафе мы сидим, подошел человек, такой, с бычьей шеей, и говорит, слушай, мы с колей, тут с русской речью, посторожнее, не надо так громко разговаривать, ухо режет, это был второй звонок, это было 80-е годы, среди 80-х годов, и вон, откуда идут, все оттуда, оттуда, шло, 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 и почему, 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 почему это возродило, почему это произошло, вот так вот произошло, что откровенно, со всеми, с шевронами, с флагами, фашизм опять стал возрождаться, и когда вижу, когда идут огромное количество молодых, красивых ребят, моих братьев по крови, славян, и вдруг они стали другими, они топтали наш флаг, сжигали флаги, кричали какие-то странные лозунги, москаляку на гильляку, и это стало внедряться в кровь и плоть, и вот эта русофобия, ни в одной стране, я много стран, даже в Австралии был, до раза два, в Японии было раз пять, в Америке было раз шесть, семь, такой ненависти к русскому народу, как со стороны украинцев, вот этого уже поколения, я не знал и не думал. Александр Яковлевич, не хочется вас прерывать, потому что это просто... У меня такой вопрос, вот вы сейчас сказали, что вы были во многих странах, и безусловно вас знают и любят не только в России, но и во всех странах постсоветского пространства и за рубежом. Вот сейчас, в данный момент, когда тяжело, вам много ли пишут, звонят ли, что происходит, обращаются, может быть, за каким-то советом или помощью? Ну вот, вот много говорить. Мне буквально два часа назад прислали, из Донецка, женщина прислала крик, вот просто крик души. Это ваша знакомая? Нет, это не моя знакомая, но через моих знакомых мне переслали вот эту вещь. И вот я... Вы же были в Донецке тоже. Я был, я сейчас вот прокручу вот эту вот... Она говорит, там, когда все сказали, можете выходить уже. Вот этот Володя, Ленон сын говорит, мама, я представить себе не мог, что действительно будет столько радости. А пожилые люди, взрослые люди, где-то и много среди молодых. Прям чуть ли не на коленях к ним. Спасибо, что спасли. Цветами эти танки забрасывают. Откуда у людей цветы там взяли себе все? Прости, Лирочка, пожалуйста. Если можно, даже если у твоих знакомых другое мнение, поддержите Путина. Поддержите Путина. Русских мальчиков, солдатиков, мы переживаем за них очень. Ну, по крайней мере, я. Здесь столько будет сейчас провокаций и показывать будет этот клятый Запад, чтобы он сдох, чтобы туда никто ни на какие экскурсии не ездил. Что это делают русские? Я не понимаю, за что нас ненавидят. Просто умом понимаю, сердцем не приемлю. И поэтому говорю, не понимаю. Прости, пожалуйста, Лерочка, за слезы. Вот. Хорошего дня, дорогая. Это вы получили сегодня, да? Страдает уже сколько лет. Особенно с 14-го года все хуже и хуже жизнь. Один этот крымский мост расходы чего стоят? Дороги в Крыму, новые базы, укрепление границ. И если бы сейчас не начали освобождение Украины, ведь столько оружия здесь на Украине, чтобы тут же стреляли бы. И стреляли бы в первую очередь по Москве, потом по Уралу. Ой, Лерочка, хорошего дня, дорогая тебе. Александр Яковлевич, спасибо. Это прям вот такая живая иллюстрация, что происходит. И особенно на фоне вот той мощной информационной кампании, которая сейчас развернута. Вот я понимаю, что такие вопросы и задавать сложно, и отвечать, наверное, на них непросто. Но вот как можно доказывать, что черное это белое и наоборот? Как побеждать правде? Сейчас происходят в информационном пространстве совершенно ужасные вещи. То есть действительно на черное и белое и переубеждать сложно, но нужно. Как это делать? Ну, смотрите, ведь это уже не секрет, уже везде это все это известно. Раскрыты документы, что на день опередили. Все должно быть по-другому. План другой. Вот именно вот этот план Дзержинского Збигнева уже подготовлено было огромное количество оборужений, переслали им американцы, дали все страны европейские, снабжали. И вот на этой волне должны раздробить, расчленить Луганск, отделить Донецк и захватить по периметру границ и просто заниматься уничтожением. Геноцид, самый настоящий должен быть геноцид вот этого, вот этих городов и вообще всего населения. Недавно мне переслал Костя Фролов, украинский, русский воин. Сколько он еще стихов напишет и уже написал очень много. Вы вновь пришли на наши рубежи, привычно щетенившись штыками, по горлу утонувшей во лжи и зависти накопленной веками. Вы беззаботно вышли из-за парт, все презирая кроме ассигнаций, забытый Адольф и Бонапарт, шведский Карл под номером 12. Вы вновь объединены в когорты против русского медведя. Убогие вы жаждете войны, в который раз мечтая о победе. Вы к нам крадетесь словно тать в ночи. Промямлив победителей не будет, победителей не судят. Я должен вас немного огорчить, поскольку победителей не будет. Если вдруг не приведи Господь отдаст приказ какой-нибудь безумец, чтоб в пепел превратить живую плоть в руинах бывших площадей и улиц, измельтнется тотчас тысяча ракет, затянет небо мрачной пеленою и в ужасе померкнет белый свет сметаемый чудовищной волною. Не спрятаться за каменной стеной, не уползти подземное жилище. Да, мы умрем, но целый шар земной мгновенно превратится в пепелище, а мы, надев парадный свой мундир, вопрос последний зададим мессии. Скажи, Господь, зачем нам нужен этот мир, когда мне будет место до России. Я сейчас не буду говорить сейчас о каких-то вещах, предсказаниях, не буду говорить о Ванге. Все как-то все сходится. Серафима Саровском тоже вот об этом времени он говорит, что будет очень сильное напряжение, будут столкновения и стравят три славянские народа, трех сестер. Я не буду говорить, хотел бы дотронуть вскользь так, проброс не очень подробно удивительного провидца во фамилии Кейси, Эдгар Кейси. Поразительный вещь, он родился в 1877-1975 году, а умер в 1945. он предсказал начало войны, он предсказал Курскую дугу, но потому, что он предсказал тогда развал коммунистической идеи, уничтожение коммунистической идеи, коммунизма, вот за это его, как бы, так сказать, и умалчивали, о нем не говорили ничего, но он сказал потрясающе, что будущее за Россией американец, будущее за Россией и что Ноев Ковчег будет находиться в Западной Сибири и начнется новое, новое явление на нашем земном шаре, это Слава Кейси, не вае. Александр, что делать сейчас? Я вспомнила о том, что во время Великой Отечественной войны было большое количество таких творческих бригад, когда актеры поднимали дух бойцов на фронте. Что сейчас нас может объединить и что сейчас может помочь вот в потоке этой лжи и страха и ненависти, о которой вы сегодня говорили? Не знаю. Знаете, есть у меня лично у каждого свой Бог, у каждого свой камердон. Я считаю, что человек с совестью он остается человеком. Совесть переводится очень просто, совместно и весь с высшим разом. И он называет еще стыдом, стыд. Почему человек краснеет? Когда видит безобразие, когда видит унижение, унижение слабого, беззащитного. И тогда человек со здоровой психикой, нормальной, нравственной основой, он обязательно восстанет, обязательно встанет на сторону беззащитного, не сильного, беззащитного человека. Тем более, когда погибают дети в таком положении. ревет Люцифер, ревет дьявол. Блудница, как говорит в 17-м откровении Иоанна Богослова, поселилась царянская блудница и напоила вином. Поселилась она на гудзоне и расплодила вокруг себя лавящих псов. Но они не смогут. Ад сегодня ревет. Ад ревет от смеха просто. Ему нужны жертвы аду. А небеса плачут. Вот два сравнения. Я вот с этим, с нашими предками, я с нашими корнями, те, кто сегодня там тоже наверху тоже идет сражение мощнее между дьяволом и Господом. И сказал Люцифер, я хочу быть таким, как ты, Господи. И сказал, вон отсюда и зайди. И изгнал его Михаила Архангела с высшего престола. И завладел маленькой планетой. 14 тысяч воин на земле. И если суммировать мирное время, оно всего уложится в два десятилетия, два десятилетия, столетия, два десятилетия, 250 лет. Это вечная борьба, вечная борьба. Но я думаю, что дьявол проиграет, потому что у него нет чувства стыда, совести и меры. А вы знаете, я еще вспомнила об эпизоде в фильме «Мужики», где вы разгоняли вот эту стаю собак, защищая детей. И то, что вы сейчас говорили, у меня просто имело такую картинку, которая подкрепляла ваши слова. А мне сейчас недавно тоже переслали картинку, вот такая запись, идет иностранные речи, за кадром снимает, и медведь борется, защищает себя от огромной стаи шакалов. Это что-то точное сегодняшнее. Они кусают, он отбивает, отбивает, и вокруг их все больше, и больше, и больше, и больше. И потом какая-то что это такое, они как полаяли, 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 до крови кого его, потом они остали отходить. Вот так произойдет. Вот какой-то образ, который мне прислали, я так увидел всю мою Россию, униженную, оскорбленную. Для меня Россия это удивительной красоты женщина с проседью в волосах, очень красивыми, печальными глазами, которая хочет любви. Она мечтает о любви, а ее насилует, 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 и насилует десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Александр Яковлевич, благодарна Вам за сегодняшнюю встречу и такую наполненную беседу. Мы будем верить, что все будет хорошо, и Ну здесь вы говорите там актер, актер, актер. Я же по принципу перефразирую поэта, там поэта сказал классик, поэтом может и не быть, а гражданином быть обязан. Я перефразирую актером может и не быть, гражданином быть обязан. У каждого свой выбор. но я хочу, чтобы не доминировал над личностью реклама, чтобы заработать, чтобы не доминировал над ними концертная программа, которая несет в себе тоже финансовую основу золотого тельца. Может быть, меньше заработать, а больше головой соображать и соприкоснуть эти мозги своей душой, своим сердцем, может быть, тогда произойдет небольшое прозрение. Не все деньгами определяется, является еще какой-то нравственной основой. Спасибо вам большое. Мне сегодня даже не пришлось задавать вопросы практически, потому что я просто с упоением вас слушала. Извините за вот эту немножко косноязычность, потому что действительно время очень природное. Я предчувствую многие очень такие вещи, которые могут произойти, но я верю и верую, что Россия идет по правильным пути. Из нас сделают империю зла, но империя зла в чуть-чуть другом месте, в другом континенте. Спасибо вам большое. Это был народный артист России Александр Михайлов. Смотрите «Спутник», невзирая на запреты, хакерские атаки и отключение нас в Европе. Спасибо вам. Спасибо тебе. Спасибо.